Студии современного танца «Навигатор» в конце прошлого года исполнилось 13 лет. День рождения, как рассказал один из основателей танцевальной студии Игорь Прохорович, не отмечали. Но не по причине суеверия, а из-за плотного графика выступлений на различных международных фестивалях. Новый год для «Навигатора» будет еще более насыщенным, поскольку Пинску присвоен статус молодежной столицы Беларуси. Большое танцевальное сообщество постарается достойно с остальными молодежными коллективами нашего города оправдать этот статус. О новых больших победах пинских танцоров, о создателях студии современного танца «Навигатор» пойдет речь в нашем следующем сюжете «Танцуй, пока молодой». Учат танцевать здесь с пятилетнего возраста. За 13 лет педагоги Игорь Прохорович и Кирилл Сухобоков обучили уличным танцам 5000 детей. С каждым годом число желающих посещать их уроки только растет. Поэтому несколько лет назад на работу взяли еще одного педагога по танцам. Кстати, выпускника этой самой студии – Илью Сачковского. Школа-студия «Навигатор» – это большая, дружная, танцующая семья в Пинске. Когда они приходят, я себя сначала нахожу в том деле, чтобы влюбить их в себя и влюбиться в них. То есть, люблю я из них каждого, и каждый успех, либо какой-то неудача каждого из них для меня – это и переживание, и радость. То есть, это мое, наверное, как единое целое, единая семья. Этот ребенок, каждый ребенок из них – это как мой личный ребенок. То есть, я переживаю за… Когда кто-то заболел, там подтягиваю ребят, они где-то идут в гости, навещают. То есть, я стараюсь жить как-то с ними совместно, чтобы мы вместе, как одна семья, не только двигались к результату. Игорь Прохорович еще долго будет рассказывать нам о своих воспитанниках с искренней, неподдельной любовью и уважением каждому. И благодарит своих юных танцоров, поскольку успех «Навигатор» во многом зависит именно от них. Я безумно благодарен за их отдачу, потому что, ну, это отмечают люди, это отмечают все, кто видит моих детей, презентеры мастер-классов, которые приезжают к нам, что наши дети не такие, как все, что они с каким-то рвением, огнем в глазах. Я очень благодарен за то, что они вот именно такие, какие они есть. Сегодня в школе-студии «Навигатор» танцевать хип-хоп, брейк-данс учится около 200 детей. Ребята регулярно выезжают на различные фестивали республиканского, международного значения. Этой осенью график был настолько плотный, признается Игорь Прохорович, что не довелось даже отметить день рождения студии. Воспитанники «Навигатора» съездили в Москву и привезли награды с уникального танцевального события в мире танцев международного чемпионата «Шуга-фест». Скажем так, что уровень фестиваля позволил нам только в одной из номинаций подняться на третье место. Очень серьезная конкуренция, очень сильные коллективы из Пензы, Керчи, Самары. То есть ту географию, которую мы увидели, допустим, для меня он отметился тем, что ни одной команды, с которой мы соревновались раньше, на этом чемпионате не было. Все команды были абсолютно новые для нас. Они были абсолютно… Каждая команда имела какую-то свою изюминку, которую мы не знали. И, соответственно, тем интереснее было соревноваться с ними, потому что мы как бы везли свое, но не знали, что есть у других команд. Третье место в подобном фестивале – это уже хорошая заявка на новом, более высоком танцевальном уровне. Именно желание двигаться вперед заставляет «Навигатор» не останавливаться на достигнутом. Их сегодня знают не только в нашем городе, не только в республике, но и в ближайшем зарубежье. 13-й год для студии стал еще более успешным. Мы в этом году, как не в один год, уже дважды выехали за рубеж. Были мы в Болгарии, выступали на четырех чемпионатах сразу. И были мы в Москве, в Российской Федерации тоже выступали. Ну, помимо этого, были на белорусских чемпионатах. Игорь Прохорович искренне благодарит всех тех, кто оказывает помощь. Школе-студии «Навигатор». Это отдел идеологической работы, это отдел культуры Пинского госполкома. Просто Полецкий университет. Это люди, которые никогда не отказывают, они всегда позитивно смотрят в сторону решения вопросов. В том числе, благодаря Игорю Прохоровичу, в этом году в Пинске прошел масштабный фестиваль танца «Мовинап». Очень достойно при поддержке Пинского городского исполнительного комитета мы на достойном уровне очень сильно провели фестиваль современного танца «Мовинап». Это новое течение для нашего города, это новое молодежное поистине течение с молодежными танцевальными направлениями. Мы собрали из 14 городов более 950 танцоров, которые в течение двух дней соревновались в различных номинациях. Это дорогого стоит на самом деле. Я думаю, что не каждый республиканский фестиваль в городе Минске может похвастаться таким количеством участников. И поверьте, тут работа не только моя как организатора непосредственного и работа кого-то одного, тут работа целой команды. Доказательством тому, что в Пинске танцевальная культура существует и развивается, это проведение в нашем городе международного танцевального лагеря. Даже у нас в Пинске в этом году очень шикарно прошел танцевальный лагерь международный, который организовывала Белорусская Лига Танца. 2200 танцоров из стран СНГ за три смены побывали в этом лагере. В этом лагере, опять же, он не прошел только для других танцоров, он прошел для танцоров нашего города. Наши танцоры имели возможность посетить мастер-классы, и я как педагог, которого знаю не только у нас в стране, имел возможность поделиться своим опытом с другими танцорами из стран СНГ. То есть непосредственно вот это взаимодействие, оно как-то дает возможность приносить в наш город всю эту культуру. То есть мы не просто где-то ездим, выступаем, привозим места, никто не знает, как это, что это. Теперь, наверное, каждый пинчанин может прийти на наше мероприятие, просто культурно провести время, привести свое молодое поколение, ребенка, и показать ему, как это происходит. Но мы все это созерцали буквально несколько лет только по телевизору, либо только с видео тех чемпионатов, которые были. Была мечта организовать это в Пинске студию, была мечта организовать в Пинске такой фестиваль, мы его организовали. Будем надеяться, что это будет только развиваться и давать новые толчки для того, чтобы нашей молодежи в нашем городе было комфортно и идеально хорошо отдыхать и проводить время. Возможно, благодаря в том числе развитой танцевальной культуре в Пинске в следующем году наш город будет носить статус молодежной столицы Беларуси, сменив статус культурной столицы нашей страны. Субтитры сделал DimaTorzok